Уважаемые председатели, уважаемые члены Конгресса, вашему вниманию предлагается доклад «Основы первого устройства в религиях океании». Я думаю, этот регион огромный, заслуживает внимания. Островной мир океании простирается... Ох, какая она темная, давайте я другую поставлю. И увеличьте экран побольше, раскройте экран. Так, а у меня чуть-чуть. Вот сейчас нормально, да? Да. Островной мир океании простирается от Новой Линеи и Марианских островов на западе до острова Пасхи на востоке, сюда он не попал. Северная окраина — это Гавайские острова, южная окраина — двойной остров Новая Зеландия. Западную часть океании занимает Меланезия. Крупнейший остров Новая Гвинея, Соломоновы острова и новые гибриды были открыты испанцами в первой половине XVI века. Ну и я отмечу еще открытие голландцам Абелем Тасманом Фиджи. Микрофон. Абелем Тасманом Фиджи и Джеймсом Куком в XVIII веке Новой Ковидонии. Население Меланезии представлено папуасоязычными племенами, из которых наиболее архаичным олинтоним, живущим в западном Ириане, и более поздними, по-видимому, меланезийцами. Но я не буду останавливаться на роде их занятий. Скажу только, что помимо охоты, рыболовства, земледелия, они знали и знают гончарное ремесло. В поселениях имеются специальные мужские дома, в которых хранятся украшения и обрядовые принадлежности. Ну вот здесь перед вами представлена композиция «Память об умерших», называется «Ули». Вот это называется «Мелангар». Вот это «Ули» – предки вождей. Ну и вот достаточно широко распространены новогвенистские ритуальные маски и щиты. Надо сказать, что религия меланезийцев, она характерной чертой является понятие, введенное англичанином Робертом Кодрингтоном, который провел здесь более четверти века. Мана – это сверхъестественные способности. И обратным аспектом маны является священный запрет или табу. Но что касается Меланезии, то в конце XIX века был завершен колониальный раздел ее между Англией, Германией и Францией. И в настоящее время здесь имеются такие государства, как Папуа-Новая Гвинея, затем Соломоновы острова, Ивануат, вот тут на месте древний гибрид, и Фиджи, Фиджи на границе с Полинезией. Преобладающая религия здесь, христианство, именно протестантизм. На Фиджи было завезено более 60 тысяч индусов, поэтому там развиты также ислам и индуизм. Северо-западную часть составляет, представляет микронезия. Микронезия включает в себя, ну, там видно сверху, на севере, включает в себя Палау, Марианские острова, и затем Каролинские острова, и восточные части... Включает в себя Каролинские острова, и также, значит, восточные части Маршалова острова и острова Гилберта. Я только, что касается открытий, отмечу, что, опять-таки, первые открытия были сделаны испанцами, причем в XVII веке Испания вступила во владение всеми Марианскими островами, а в XVIII веке все коренные жители Чаморра были уже истреблены. Что касается других открытий, то они продолжались до XIX века, и большой вклад внесли нашему неплавателю Кацебу и Литке. Микронезия является связующим звеном между Полинезией и Меланезией, но считается, что первая волна поселенцев пришла с юга Меланезии, с юга Меланезии, затем была вторая волна со стороны Индонезии и Филиппин, и третья волна светлокожих гигантов со стороны Полинезии. Наиболее специфичными, наиболее самобытными являются Каролинские острова. Здесь достаточно... Хотите пролистать? Да. Стрелочки можете на клавиатуре. Стрелочки. Так я стрелочкой, что-то она не идет. Нет? Да. Надо уменьшить, наверное. А, да, надо уменьшить. Уменьшить. Так, давайте. О, время идет. Так. Нет, теперь в другую сторону, да. Вот, все. Вот, для Каролинских островов достаточно характерна вот такая крайняя степень обобщения человеческого тела. Это одно из божеств. Что касается западной части, то она тяготеет в большей степени к Филиппинам, к Индонезии. И как раз для изобразительного искусства характерна вот такая гравировка достаточно выразительная и резьба по дереву. Но что касается восточной части, то там находится, так сказать, население, острова с чрезвычайно скудным животным и растительным миром. И поэтому главное там, что ли, место занимает, главное место занимает рыболовство с высоким уровнем мореплавания. Я еще забыла сказать, что в центральной части на Каролинских островах венгерским ученым Яном Кубари был открыто древнее поселение Нанмадол на острове Панапе. И в этом поселении были обнаружены 90 искусственных островков с каналами на островках, гробницы, туннели, храм со стенами высотой до 20 метров. Но принадлежность, кто это строил, пока не вызывает вопросы. Но что касается микронезии, то уже с конца 19 века она переходила от испанских колонизаторов к германским, затем японским. И в ходе Второй мировой войны, за исключением островов Гилберта, была оккупирована американцами. Сейчас на территории микронезии существуют государства независимые. Государства, надо побыстрее. Это Палау, Федеративные штаты микронезии, Маршаллово острова и Науру. Науру преобладает христианство из религии, и большую роль играет католицизм. В Полинезии первым из многочисленных островов был открыт остров Гуам. Вот здесь остров Гуам, экспедиция Магеллана в 1521 году. Опять-таки, первооткрывательными были испанцы. Обнаруживают, но здесь они не попали, в восточной части густозаселенные острова Альвара Миндани, называют их в честь жены вице-короля Перу маркизскими. Из очень крупных открытий следует отметить открытие Абеля Тасмана. Это открытие Новой Зеландии, которую он принял за часть Австралии. Ну и, наконец, в 18 веке, да, в начале 18 века, это была последняя экспедиция голландцев. Якоб Роггевен, адмирал голландский, открывает остров Пасхи. Ну и в 18 веке господствует в Тихом океане Англии и Франции. Джон Байрон, дед великого поэта, открывает ряд островов в архипелагах Туамота и Куку. Олес открывает большой остров Таити в островах общества. И, наконец, Джеймс Кук в течение трех кругосветных плаваний, вот помимо массы открытий, он сообщает о густонаселенных, впервые сообщает о густонаселенных Гавайских островах. За миссионерами следуют колонизаторы. Франция захватывает маркисты и маркистские острова Таити. Англия аннексирует Питкерн и подчиняет окончательно Новую Зеландию. Надо сказать, что все территории были разделены между Англией, Францией, Германией и США, за исключением острова Пасхи, присоединенного к Чили. Но одновременно с колонизаторами с XIX века здесь трудятся энтузиасты, ученые, которые организовали в Гонолулу музей Бишоп, в Новой Зеландии полинезийское общество, а после Второй мировой войны начинается серьезное археологическое изучение полинезий. Полинезийцы сочетают признаки трех раз – монголоидные, австралоидные и европеоидные. И существует ряд гипотез, в соответствии с которыми полинезийцев считают потомками древних египтян, выходцами из древней Индии, из Южной Америки. Но наиболее распространена классическая гипотеза, согласно которой они являются выходцами с территории Индокитая, а именно где-то Индокитая или Южного берега Китая. Предание называют в архипелаге общества некую страну Гавайки, из которой шло расселение полинезийцев схемой в виде спрута на самые отдаленные острова. Это концепция Таранги Хироа, бессменного директора музея Бишоп в середине XX века. Но последние археологические исследования доказали, что как раз Самаа и Тонга были заселены где-то во II тысячелетии до н.э. И Маркизские острова тоже во II тысячелетии. Центральная часть заселена еще не была. И поэтому, скорее всего, теперь считают, что расселение полинезийцев шло от Самаа, где имеется остров Саваи. Название которого, возможно, является дилектальной формой Гавайки. Полинезийцы не знали обработки металлов, они не знали гончарного производства, но это компенсировалось высокой техникой обработки камня, дерева. Широко было развито рыболовство, в том числе охота на спрутов, кашалотов. И они строили лодки долбленные, и не только лодки, но и плоты, и катамараны, вмещавшие до нескольких сотен человек. В изобразительном... Да, особо следует отметить искусство татуировки. Татуировка была своеобразной летописью жизни человека, тем более, что письменность не была развита. Для изобразительного искусства характерны вот такие орнаменты в виде спиралей, завитков, включающие также и образ человека. В Новой Зеландии развиты подобные нагрудные украшения, так называемые хеетики, изображающие фигуры предков. Вот еще на острове Пасхи, наряду с монументальной скульптурой, широко развиты такие фигурки культовые, Моаи Кавакава. Одно из сказаний повествует о том, что, так сказать, вот как бы первый скульптор, он шел в одну местность, шел к своим родным и увидел аку-аку, духов, они невидимы. И вдруг, значит, они так разоспались, что он их увидел, и увидел он только одни ребра. Он вернулся, и когда хозяйка выкинула две головешки из очага, вырезал две первые культовые Моаи Кавакава. Вот эти самые. Ну, не буду я сейчас... Значит, единственное, что касается государственного строя, я хочу сказать, что на большинстве островов были элементы сильной первобытно-общинного строя, но вот уже в Тонго, Таити, на Гавайях, еще до появления европейцев начался процесс становления государства. В частности, вот в Тонго до сих пор, значит, правит династия, с которой начала править с середины XIX века Георга Тупо I. Они отличаются точностью, где-то до 300 килограммов весом. Это считается царственным признаком. Но здесь осталось достаточно много подопечных территорий. государство. Это карта бледная очень. Государство Новая Зеландия. Сейчас ее выделяют даже в отдельный район. Затем Самаа, Самаа, Тонго и Тувалу, Тонго и Самаа. Четыре государства. Я смотрела в отношении религий. Для меня было, например, удивительно. Ну, конечно, протестантство тут превалирует, но в Самаа и Тонго достаточно важную роль играют мормоны. Остается много подопечных территорий. Я перехожу к тематике мифотворчества. Мною были проштудированы наряду с изучением важнейших работ по океане переводы сказаний и мифов в количестве 237, которые были собраны, они несколько неравнозначны, в течение 115 лет с 1845 по 1960 год крупнейшими исследователями океании. Как во всяком архаическом, в фольклоре океании очень сильны космогонические мотивы и концепции. И прежде всего, наиболее разработана полинезийская космогония, включающая ряд абстрактных понятий. Начало космогонического процесса связывается с первой парой богов, с оппозицией небо-земля. Мужское начало — это ранги, небо или атео пространство. Женское начало — папа, земля. И она ассоциируется с травами вулканического происхождения, либо фоохоту. Собственно, начало фоохота ассоциируется с коралловыми рифами. Ну и важно также представление о по тьме царствия или мертвых. Организация мира начинается с отделения неба от земли. Этот подвиг обычно приписывают одному из шестерых детей этой первой пары богу лесов, света и жизни Танны. Либо двум богам Тангаро, которого многие считают верховным богом-творцом, и богу войны Ту или Ку. В таитянском мифе есть вариант, где Танны борются с атео. Атео персонифицируется в виде осьминога. И это весьма напоминает борьбу Мордука с Тиамат в шумеро-акадской или вавилонской мифологии. Надо сказать, что позже таитянские жрецы все это сакрализовали. Они переделали миф и стали утверждать, что мир был создан богом-творцом Тангаро, который находился в космических раковинах. Выделяется 10 внешних, 10 внутренних, что ли, миров. Причем 10 в Полинезии является сказочным числом. Надо сказать, что великая четверка полинезийских богов изображаются достаточно часто. Здесь их трое. Вот такие они. Это первый Тангаро. Он на одних островах. Это бог морей. На других, на Гавайях, например, это хтоническое божество тьмы и смерти. Второй это Ронга, достаточно светлый бог. И третий вот здесь изображен. Ту или Ку, бог войны. Кроме того, бог Тана, которого я уже упоминала. Вот это великая четверка богов. Они во многом дублируют друг друга, как демиурги, я вообще представляю, так сказать, члена оппозиции. Суша, вода, море, лес, мир, война и так далее. Но надо сказать, что кроме этой великой четверки, в мифах появляются молодые боги. Вот воинственный бог Ора, который, кстати, Илья Викторович интересовался, он упоминается в мифах Пасхи. Пожалуй, один из таких общеизвестных богов. И я еще хочу отметить из многих гавайскую богиню огня и вулканов Пеле. Даже у геологов тончайшие кристаллы рутилов, кварцы, называются волосы Пеле в честь вот этой богини. Дефинициация окружающего мира у полинезийцев заключается в противопоставлении земли небу с одной стороны и подземному миру с другой. Связь осуществляется с помощью мирового древа. Души большинства людей погибают, их вылавливают сетью и пожирают старуха миру, а души вождей возвращаются в счастливую страну на западе. Сама Айтонгу – это пулот, а в большинстве островов – гавайки. В меланезийских мифах космогонические мотивы только намечены. У наиболее архаичных Марин Тони развито представление о демах, творцах всего сущего. Это может быть наполовину казуар, наполовину человек. Все превращается во все. От них ведут происхождение люди, животные. Значит, демы могут превратиться к звезду и так далее. Что касается меланезийцев других территорий, то у них широко развиты анимистические представления с четкой дифференциацией духов мертвых от духов природы. Наиболее важны змееподобные духи кайя. И вот эти кайя, вообще змеи гигантские, они являются прародителями демиургами. Например, змей Нденгеи на Фидже. Микронезийская мифология включает и великую четверку богов, но есть и собственные, есть и собственные боги. В частности, на острова Гилберта выделяется паук, трикстер-паук Нарау. Вот этот Нарау из двух створок раковин создает небо и землю с помощью рейки. Это дух уголь. И вот этот бедный рейки, говорят, что его измученное тело, это как раз Млечный Путь, измученное вот этим разделением неба и земли. В некоторых мифах этот подвиг совершает внук Нарау. Ну и в частности, он еще сажает дерево на Сама, которое ведет происхождение из потустороннего мира Матанга. Происхождение людей в полинезийских мифах. Но связаны три варианта. С деятельностью богов делают из земли песка, глины, из других материальных средств, там, раковин, плодов, растений. Второй вариант. Люди оказываются результатом брака богов между собой. Когда отделилась папа от Атеа, между ними было множество людей. И третий вариант. Это результат инцеста, который бог или первый человек совершает со своей дочерью. Ну, первые полинезийские люди – это Тики и Хина. Надо сказать, что в мифах Самаа и Тонга происхождение людей связано… Значит, люди происходят от червей, которые образуются на загнивших стеблях лианы. Но вожди ведут свое происхождение уже от сына бога и земной женщины. В микронезийских мифах, в общем, те же варианты происхождения людей. Важную роль здесь играет вот этот уже упоминавшийся Демиург, Трикстер, Нареау. И, кроме того, люди, некоторые, значит, они образовались из загнивших ветвей мирового древа, кап и тику аба. Меланезийские первопредки, вот это интересно, они рождаются необычным способом. И либо из густка крови, либо обычно из камня. В дальнейшем вот эти первопредки, они же культурные герои, уже сами творят людей, особенно будущих жен, там из глины, кокосовых орехов, тростника. На острове Новая Британия я перехожу к культурным героям. Культурные герои всегда их двое. Но старший брат, допустим, удачливый, то кабинана, который все делает лучшее, ценное. И, значит, вредоносный младший брат, то корву, который все портит, порождает опасное явление. И вообще для архаического фольклора исключительно характерен синкретизм, демонизма и комизма. Особенно вот для меланезийского. На островах Банкс и новых гибридах культурные герои составляют группу из 12 братьев. Из них главным является камнерожденный Кват, который сделал все вещи мира. Вариант Ангаро от Рик Стартагора. Также, значит, упоминается в мифах Меланезии. В Микронезии популярны сказания о мифических героях, относимых к категории небесных духов. Это каролинский культурный герой Йола Фат, Лангалапа, Ландарик, Лангарик и упоминавшийся Нераау. Что касается главного культурного героя океании, то это, как известно, Мауи. Мауи известен по всей Полинезии, в некоторых районах Меланезии и Микронезии. Он упоминается в генеалогиях. Некоторые скалы якобы несут следы его ног. Везде имеются законченные циклы сказаний о его деяниях. Катарина Ломала, профессор Гавайского университета, посвятила Мауи монографию. Называет его полубогом, сверхчеловеком и шутников. Деятельность Мауи академик Мелитинский означает, как Гераклова-Прометеевскую. С одной стороны, подвиги, богоборческая дельность и масса ловких трюков и проделок. И, в общем-то, кончил он, но сейчас у меня нет времени, кончил он плохо. Сказания о Мауи являются одной из древних составляющих фольклора океании. Буквально два слова о особенности повествовательного фольклора. Во-первых, выделяют сакральные и несакральные повествования. Вот эти повествования о демах, я уже говорила, они сакральны, там незыблемо каждое слово, высока степень фиксированности элементов мифа. Ну и вот характерно обязательно сочетание священного и комического, а нередко и героического. Появление европейцев на островах Океании, карго, культ карго, способствовало появлению культа карго от английского груз в связи с появлением товаров. Появление Миклуха Маклая, образа выдающихся исследователей, также становится достоянием мифов. Архаичность мифов, она уменьшается от Новой Гвинеи в сторону Полинезии. Многочисленное повествование папуасов о различных духах. Причем повествование папуасов, вот эти мифы, имеют этиологическое значение. Я просто, значит, кратенько про один миф скажу. Значит, пожар в Синдаре классический. Два дема так горячо любили друг друга, что возник пожар. Погибли эти демы, погибло много людей. Ну и все пришли смотреть. Аиста палил крылья, казуар получил красное, ошейничек. Ну и, что упоминается, и прибежали мужчины из деревни. Деревня называется. У них опалило волосы, с тех пор в этой деревне все пришивые. Значит, вот такая причина этиологическая. Все конкретно этнографично. Что касается других меланезийцев, меланезийцев других территорий, то там очень важны повествования о духах. Ну, духи мертвых, большинство из них злые, как всегда. А тутановыракиты добрые. И вот один мужчина, он удостоился трапезы с Тутанову ракитами. Подарили они ему две волшебных веточки, типа нашей живой и мертвой воды. И великолепный волшебный головной убор, который слетел ему на голову. Он был так хорош во время танцев, что все женщины его полюбили. Но другим мужчинам это не понравилось, они убили его и съели. Вот, понимаете, такой вот непредсказуемый финал. А веточки, они так остались в туне. Надо сказать, что у боленезийцев мифология... Сколько? Минута. Всего? Я стою в пять минут. Последние. Ой, сейчас я красненько. Мифология боленезийцев разработана очень тщательно, но информация о великих богах сакрализована. Достаточно много мифов об Аку-Аку, это духи на острове Пасхи. Я отмечу на Гавайях о Менехуна. Вот эти Менехуны многие считают низкорослой расой, предшественниками переселенцев. Не буду останавливаться на других сюжетах. Единственное, я скажу, что в микронезийских мифах достаточно чисты песенные, ритуальные вставки магического характера. Помимо фольклорных, вот это важно, источников нами были изучены дописьменные графемы. Тем более, что письменность не развита. Вот здесь на этом рисунке представлены спиралевидные. Но исследователь Голлан считает, что они соотносятся с архетипом змея. Змея как источника плодородия и как бог и преисподний. Первая для многих народов характерная графема. Затем Папуаз, Австралия, аборигены, Новая Зеландия. А вот этот сосуд, это почти полностью идентичная графема народов Перу. Второй вариант. Очень характерны вот такие двухвалютные эмблемы. В Новой Гвинеи это крючки рыболовные, символ достатка и благополучия. Вот в Новой Зеландии такие. И, в частности, Ариэль Голлан исследовала, соотносит это с хетскими иероглиф неба у хеттов. И вот здесь тоже знак, вот эта эмблема, венчающая столб, символизирующий мировое древо на хетском рельефе. Впоследствии она трансформировалась, в частности, в Древней Греции в ионическую капитель. Вот такое интересное, значит, интересные были изображения найдены. Выбьемся из графики. Ну что, дайте мне две минутки. Нет, не жалко, но выбьемся из графики. Ну сейчас, значит, обратите внимание, значит, вот эти женские божества с высунутым языком, значит, они демонстрируют близость к архетипу матери или великой богини. Посмотрите, пожалуйста, кресты. Крестов очень мало. Кресты не христианские, меланезийский прямой крест, косой крест самоа. И соответствует архетипу лабиринта, значит, вот такой вариант запутанных ходов. Я хочу только в заключение, я в основном выводы уже сделала, буквально, значит, две фразы отметить, что архаичность мифотворчества океании является основой мироустройства, по выражению академика Мелитинского. Поэтому все повествования, как сакральные, так и несакральные, имеют космогоническое значение. И, наконец, мифотворчество океании имеет важное психологическое значение, поскольку позволяет осознать и осмыслить на современном уровне то коллективное бессознательное, которое составляет основание нашей психики. Карл Густав Юнг подчеркивал, что архетип духа отличается способностью как к злым, так и к добрым, хорошим делам. У первобытных людей было тамбу, у нас его нет. И это зависит у нас от свободного, то есть сознательного решения человека. Спасибо. Очень интересный доклад, особенно тем, что вот иконографика вот их, ну это 80% русский север. Ну так, поверьте мне. Да, конечно. Я хочу этим заняться дальше.